покажу вам тачку такую же бху семерку на ней 12 горшков парни всем привет у нас тут гонки ночные по новосибу сибирь на связи у нас прохладненько в первую очередь что хочу сказать очень приятно обратная связь из прошлого видоса столько много вообще комментариев я поинтересовался откуда смотрите столько много населенных пунктов таких даже о которых я ничего не слышал и не знаю о которых из самых глубинок и германии и россии и украины спасибо огромное еще раз да кстати парни очень интересно кто вообще на чем ездить просто может смотрят только про бмв те кто на бмв ездит а может вообще у кого-то нет машина может на тойоте и так далее у меня у самого было очень много машин и начинал я с toyota у меня кресты были я там в туре рви клубе состоял потом там еще во всяких разных клубах там на форумах состоял общался вот напишите пожалуйста на чем гоняете вообще чем живете разумеется вы просили передать приветы я не могу отказать вам правда извиняюсь ребята очень много заявок с вашего позволения я зачитаю с телефона и так приветы из сибири летят в огрыз кунгур александров белый яр первым и весь пермский край комсомольск на днепре экибастуз тульская область сыктывкар шумерля орехово-зуево ярославль светлоград рыбинск междуреченск апатиты лопатина киров уфа а также как всегда в топе это казахстан украина беларусь германия я очень рад ребята что смотрите по теме сегодняшнего видоса значит такое дело бмв классная машина с характером с харизмой но вечно какие-то мелкие но есть проблемки на эвакуаторе ни разу не ездил все принципе нормально мотор не подводит какие-то есть мелкие вот эти ошибки с которыми мне еще предстоит разобраться за которые вы меня постоянно гнобите в комментариях что вы гирлянда горит так вот но есть кое-что что нужно до этого устранить значит какие-то мелкие потеки бывают постоянно даже в видосах такие моменты присутствуют что я говорю вот все нормально наконец-то я гоняю выхожу из тачки у меня лужица под машиной наконец-то ничего не течет вот смотрите я сегодня ездил да понял блин опять лужа под капотом ё-моё в основном это антифриз и вот как раз система охлаждения и предстоит разобраться в прошлом видосе я уже показал кое-что запчастей покупал буду это менять проверять а также еще момент относящийся к системе охлаждения который я в комплексе захотел решить это термостат я целый ролик делал про доработку термостата как это круто как это классно что тачки теперь не греется но пришла зима есть некоторые нюансы оказалось не все так радужно и я вынужден признать что не всем эта доработка подойдет так что смотрите ролик ребят и не повторяйте моих ошибок значит руки у меня дошли до дополнительной помпы блек долго все на все так много времени и так я снова в гараже значит руки у меня дошли до дополнительной помпы вот этой которая видите сочет антифризом которая у нас не родная получается вот приколхоженная таким образом соответственно это уже моя конструкция я выяснял то есть что не герметичная помпа сама дополнительная или патрубки в итоге это и другое соответственно я приобрел на разборочки вот дополнительная помпа куча патрубков полностью весь комплект за 2700 значит я все это взял так вот для сравнения в основном патрубки вот один патрубок где-то от 500 до 1000 рублей вот так вот огуляет цена вот кстати обратите внимание я смотрю изменения то есть после дилера вот видимо эта трубка вот она идет видите хомут оригинальный вот она новая трубка идет 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 нифига себе на ней номер наверно там где-то внутри потому что у меня бы не стали первый раз забирать машину на осмотр там да на три часа чтобы посмотреть видимо номер где-то внутри идет ну вот такая вот новая запчасть оригинальная у меня появилась кстати цены на был на вот эту помпу где-то в районе 5000 на оригинальную даже до 8 доходят цены дубликаты дубликаты новые получается сколько же стоит дубликат нормальный по моему около 6000 в общем все это дороже идет ну что пробую ставить с примерять сейчас надо в любом случае сливать антифриз а кстати да еще еще одна работа у меня будет тоже связано с сливом антифриза и системы охлаждения может помните я дорабатывал термостат летом потому что это мотор горячий и у него температура держится 105 110 градусов это многовато я считаю во первых многовато для жидкости охлаждающий во вторых вообще как бы я не хочу чтобы мой мотор в предкипящем таком состоянии находился то есть кто не смотрел видос с доработкой посмотрите но дело в том что я там немного ошибся я перестарался и надо было добавить спичечную головку вот этого воска до свечки я добавил видимо чуть больше у меня сейчас температура около 75 градусов на прогретом автомобиле но это конечно мало пол спичной головки попробую брать хотелось бы какую-то золотую середину найти но виде тоже вот допустим у паши до которого увидели у него такая же бэха у него летом тоже греется мотор ну то есть температуру смотрел он тоже хотел дорабатывать так же как я это сделал но сейчас зимой у нормальный то есть 90 градусов 95 ну в общем поработать системы охлаждения сейчас надо будет вот посмотрите значит такую систему я придумал здесь пластиковая полторашка обрезанная и там ведро привязаны по идее в этот раз не должно у меня пролиться ничего как это обычно мы все сейчас то есть откручиваю здесь и пробую сливать все это без потерь то есть видите пробку расширительного бачка откручиваю начинает литься сколько надо слив сейчас ведро заполнится можно будет еще раз можно будет закрутить потом снова открутить сейчас начать и патрубок я один конец значит патрубок который сюда подсоединялся я опустил бутылку соответственно ведро там сливается здесь я протер это помпа и делаем следующей манипуляции дую короче в помпу и все сливается да короче все равно не обошлось без розлива небольшого значит это моя конструкция там пробка блин протекала в итоге короче немного все равно протекло пока все это устранял это в экстренном порядке но уже лучше чем прошлый раз у меня весь пол там был залит ребят вот снял короче термостат всего снял короче еще побежала все таки не обошлось без этих приключений блин так долго все получается уже практически 12 часов ночи вот только я его снял я думаю успею там доработать и так далее все сделать поставить чтобы он за ночь прилип герметик высох но нифига не получится я сейчас его максимум смогу раз это разъединить вот особо съем там не показывал чё как откручивал потому что в видосе есть информация просто хочу сказать блин долго на все все так много времени уходит хочется делать два видоса в неделю получается один неделю иногда 12 недавно появилась крутейшая возможность заработать вот смотрите что я нашел компания стартап фонд позволяет инвестировать в самые успешные кейсы и разумеется неплохо пополнить свой бюджет в этом сервисе уже более 35 тысяч человек а вывод средств доступен даже на мобильник есть несколько направлений со своими процентными ставками по которым работают спецкомпании и классно что начать можно всего со 100 рублей компания стартап фонд официально зарегистрирована и имеет уставной капитал 10 миллионов рублей вот я проверил выписку из госреестра если бы 12 дней назад я бы вложил десятку я бы уже смог вывести 13к инвестирую в стартапы сегодня чтобы заработать завтра ссылка будет в описании так ну вот разъединил в принципе его легко нажав сюда вот так двумя отвертками и провернув то есть вот сюда в это отверстие я соответственно добавлял воск и сейчас мне как-то надо оттуда выкупать ну хотя бы половину спичной головки так зачистил герметик старый красный сейчас буду пользоваться вот таким вот виктор рейнс советовались вы в комментариях ну все термостат прикрутил сейчас пока герметик сохнет на термостате займусь вот всей этой истории я думаю на сниму крышку декоративную ну вот эту чтобы не мешало откручу бачок и там уже как-то буду подлазить то есть самое как бы проблемное крепление тут по идее все на быстро съемок все четко самое проблемное крепление она находится вон там внутри вот тут такая система то есть было питание это так помпа не родная здесь штекер такой родной штекер такой который в помпу в оригинальном вставляется и здесь я так понимаю с оригинальной помпы вот это было вырвано все делаю в таком виде сюда внедрено ой как-то вот так все происходит смотрите вот что могу заметить значит здесь все вроде подошло все как положено вот этот подрубок почему-то его форма она отличается от вот этого который стоял который патрубок идет в редуктор сам вот этот редуктор да вот здесь я еле как час патрубок снял так вот этот шланг он идет и он как бы редуктор видите он огибает вот так вот он стоит стоит он как бы его огибает и как будто бы он с той стороны должен подключиться а мне нужно его сюда с этой стороны то есть по идеям я его сейчас думаю обрежу надеюсь и он у меня встанет как положено я надеюсь все нормально работать будет еще что хочу сказать вот так этот редуктор вот здесь стоит на резиночках покажу он видите вон там трубка какая-то безымянная то есть никуда не подключена вот видите железная такая это еще не все показать вот этот патрубок общем вода зритель вот он тоже никуда не подключен почему-то то есть он просто пустой соответственно с него и не льется ничего и ничего не происходит плохого можно облик можно ну вот практически все в сборе такие основные уже собрал все вот эти быстросъемы подключил подсоединил вот прикрутил в штатное место помпу потом дальше самое трудное у здесь было из этого редуктора вытащить тут блин нижний шланг хомуты они отдел на него ё-моё блин самая вот это за парка была как вытащить этот шланг не снимался и одевался тоже так туго здесь может продену так так чик и силу разомкнуть и туда продернуть по идее должно получиться вот генератор кстати обычный стоит на моей семерке есть генераторы какие-то там и замудренные с системой охлаждения со своей мне повезло с этим что он простой у меня соответственно дешевые в ремонте в обслуживании и так сейчас когда я все хомутик поставил затянул вся система вот это в сборе я крышки пока накидывать не буду сейчас залью сюда антифриз и попробую пробный бы запуск сделать потому что всяко бывает знаете да чё там как эти патрубки все герметичные нет и так далее ну то есть вся вот эта система очень много соединений сейчас я поменял вот их предстоит проверить заведу прогреют до рабочей температуры проверить до какой температуры кстати прогреется после моей доработки повторные термостата и от этого уже будем плясать так ну чё посмотрим ручьем вроде нигде точно не бежит сейчас поработаем прогреемся до рабочей температуры и еще раз чехнем все это дело капает блин в одном соединении блин точно капает так но снова свою систему значит это сделал я с ведром и полторашкой ведро за рычаг подвесил сейчас что разберу получается соединение солью жидкость который сольется ну а там уже не знаю чё там с ним посмотреть его смазать там хрен узнает мне кажется если она течет чё там с ними делаю она будет течь так вот собственно соединение это смотрим чё там резинка есть не знаю честно если меняется попробую выковырить и ну вот разобрал в общем это вот колечко которую собираюсь ставить вот которая стояла визуально конечно ничем не отличается но мне еще делать нечего пробует только это все почистил там на посадочном месте ну что ребят повторный запуск водокину открыл надеюсь сейчас не будет течь пока вроде не бежит ну-ка снизу посмотрю снизу видно что выхлопные газа только идут в яму а так больше ничего не видно блин я даже не верю что и будет не бежать я даже не верю что может такой обычно ты где-то паркуешься и у тебя нету лужицы потом маленькой но лужицы под капотом там знаете несколько капель хотя бы где-то но обычно бывает это связано в основном антифриз ну я так понял гидрач кое-где так потеет может капелька там упасть фу хочется конечно чтобы не было чтобы не загрязнять окружающую природу чтобы не доливать постоянной дожитости чтобы не ремонтировать эту тачку хочется уже на ней просто наваливать и наваливать а ребята сейчас очень приятный такой момент распаковочка я конечно догадываюсь что там напишите какие версии вообще что там может быть баррикет такой блин тяжелый если честно аккуратненько это все вскроем ну вот я уже практически добрался а ну вот я уже практически добрался в гараже вот это да три трещотки ключи такие даже трещотки есть куча удлинителей рожковые ключи накидные головки всякие разные и такие и такие ну все сейчас как говорится заживем этот набор прислал Александр Юрьевич из Хабаровска я так понимаю ребята занимаются там продажей вот таких замечательных наборов ссылочку я оставлю в описании я очень рад потому что любому гаражнику кто в гараже время проводит вот это это просто я не знаю как в рай как будто попал зацените пацаны но тут есть просто все сейчас этот набор очень сильно будет мне помогать в ремонте и бмв и в ремонте вообще любых машин спасибо за такой классный набор буду пользоваться ну что предлагаю прокатиться и проверить так скажем на практике сколько какая будет температура сейчас у мотора и будет герметичной для системы охлаждения на данный момент значит довел уровень вот до максимума сейчас поедем тестировать для отслеживания значит температуры буду использовать штатное вот это секретное меню так называемое скрытое раньше пользовался этим сканером OBD2 но сейчас в принципе столько же времени не занимает зайти в это меню сколько достать сканер там подключить к телефону ну и это удобней короче зимой проблема из гаража выехать особенно когда трактор криво почистил бороздочку одну которую только проблем создал не забыл подключить на сканер а и новое так ну пока 83 градуса Конечно маловато Не знаю почему Но пока не растет Температура Может еще надо отковырять А вот уже 84 Может сейчас прокачусь И нормально будет Сейчас значит с BMW водом встреча Пройдет Покажу вам тачку Такую же BMW 7 Только на ней 12 горшков Представляете Вот и посмотрим Что это за аппарат такой Это Рафаэль Это V12 Шины от X5 То есть я купил Проставки поставил Вернее мой друг Потому что машина была у него до меня Я просто X5 поменял на него Тут прямо тютелька в тютельку Ну это да 255 на 55 R18 Офигеть Я на своей боюсь на газ нажать С которыми я гонки устраивал 2003 год Офигеть У тебя два воздушных фильтра Да? Да И отдельный Два датчика получается Вот этих Расходомера? Да Я же Epic Fail Словил Купил расходомер Контрактный Да он у меня не подошел Он у меня не подошел Ну да По страховой не билось Она у тебя Прям это Ну мы ставили монетку Она стоит Монетку да? А у меня зажигалку ставили А что с крыловым дрифтом? А это получается нет Это до нас так скажем здесь было шеркануто Вот Но вдруг у меня здесь Скажем Немножко выровняло А зачем так раптором покрасили? Это временно пока А это сдирается да? Да да Это временно А вот даже пробное Пробное сдир сделали Да В броню да? Прикольно Ходовая в идеале Ни гнили, ни ржавчины Вообще ничего То есть вообще Тоже с доводчиками да? С доводчиками да Все работает Без ключевой доступ Без ключевой доступ Это как? Ну то есть заводишь так же И под кошкой так машину То есть открываешь дверь Ну как же посмотрю Я короче выехал протестировать Температуру И течет Или не течет Я там кое-что менял Температура так и держится 84 Хочешь прокатимся? Да, это очень Кажется ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фишка в чем Жигули получается я выставил за Ну купил его за 30 Вложил 50 Но продал его Не продал вернее А обменял его Скажем ценовая категория была Около 40 тысяч если не ошибаюсь На фонду интегра 92 года Убитая в хлам Просто То есть Ну в инстаграмме Все фотки есть По автомобилям Двигатель не работал То есть не заводился Ну так вот интегру Без насос поменяли Без насос сработал Тачка заработала Все И я ее обменял на четырку Полуогневую Ага Четырку я обменял На митсубиси Голланд То есть Там она подымливала Но там Просто надо было поменять Масло Ну короче Ты доводил до нормального состояния Да Даже по сути Я даже не вкладывал Вообще И может быть по мелочи Там катушку поменять Масло И менял получается На машины с какими-то проблемами Да И те уже доводил До нормального состояния Да Но по кузову Всегда у меня были хорошие То есть единственное Это интегра была Это кошмарная жизнь Остальные все Так скажем Более-менее были Еще Можно было ездить Ну что Итог такой Что термостат Опять надо разбирать Еще отковыривать Немного Вот Еще отковыривать Это воск этот Потому что Это 84-85 градусов Вот Держалось Это тоже не дело Итог вот такой Вот С Рафаэлем Приятно пообщались БМВ Воды Да Вот так вот встречаются Постоянно Именно глаза горят У людей От БМВ Все приехали Так Еще Для чего же Эта помпа Это нужна Дополнительно Которую я поменял И которая Вроде бы как Нормально Поменялась Не течет Можно ее сейчас проверить Вот смотрите Мотор заглушили А Греться от мотора Пока он еще горячий Можно При помощи Вентиляторов Вот Но правда Нужно следить За аккумулятором За состоянием Сейчас по идее Эта помпа Она должна Там Жужжать Как-то Работать Наверное Потому что Она Сейчас Должна Антихриз Гонять По системе Да Действительно Вот Жужжит Она Помпа Жужжит Работает Значит Хоть что-то Да получается Конечно Не все Что хочется Вот Но это всегда так И не ошибается Тот Кто Ничего не делает Что-то Последнее время Все в гараже Да в гараже Блин Хочется уже Знаете Как-то Выехать Покататься Что-ли Воспользоваться В полной мере Этими возможностями Этой мощностью Задним приводом У нас есть В городе Различные площадки Специальные Ну Типа Для дрифта Ну В общем Ледовые трассы Так скажем Там Соревнования Я думаю Проходят Вот Как-то надо Выехать Погонять Посмотреть Что Беха Может Вам показать Напишите Кстати Кто с Новосиба Кто где Может кататься Ездить Ну Погонять Ну На На Время 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 И Посматриваю Что-то Варианты Разные Там Не то Чисто как перекупство, а чтобы вам какую-то интересную машину взять показать особенности эксплуатации что-то посматриваю, но со съемками с монтажом свои какие-то дела решаю и так неделя за неделей проходит и ничего не двигается я думаю в ближайшее время нужно этот вопрос порешать ну ладно парни всем спасибо за просмотр всех был рад видеть ставь лайк, если тебе понравился видос делай репост всем удачи, пока